Приветствую вас, уважаемые подписчики и гости моего канала. Хочу представить вам обзор тактической сумки. Сумка эта никакая не фирменная, не брендовая, не Maxpedition, не 5.11. Но тоже достаточно распространенная модель. Ежели написать в поиске Google тактическая сумка купить, переключиться во вкладку картинки, но именно эта сумка, только в разных расцветках, всплывает достаточно таки часто. Модель называется D5 Calum. Написано это на этикеточках, которые были прилеплены к сумке. Производитель не вызывает сомнений. Прямые поставки из Гонконга. Вот это видно. По этикеткам. И вот здесь. Фирменный китайский знак. Вот так это все дело у нас выглядит. Вот так. Заявленные размеры сумки 27 на 19 на 12 сантиметров. Выполнена сумка из достаточно качественной плотной нейлоновой ткани. Ткань называется Cordura. Заявленная плотность производителем 600 ден. Вообще сама сумка вызывает такое уважение. Достаточно качественно сделано. Везде даже ровные строчечки. Нигде нет ни торчащих ниток. Никаких таких досадных неожиданностей. Ну, конечно, есть некоторые моментики. Но, в общем и целом, впечатление складывается достаточно хорошее. Некоторое время уже я успел пообегать с этой сумкой. То есть могу поделиться каким-никаким личным впечатлением по поводу использования. Обошлась у меня на 385 гривен. Покупал ее уже в Киеве. Ну, то есть в Украине. В интернет-магазине киевском 33 ботинка. Кому интересно, ссылка на магазин будет в описании под видео. Повторюсь, обошлась у меня на 385 гривен. Это по нынешнему курсу доллара. Где-то около 15 долларов. Ну, конечно, если покупать напрямую в Китае, на Алиэкспресс, наверное, будет стоить дешевле. Ну, просто ждать, пока она приедет. Как бы из-за буквально доллара-двух. Я не видел никакого смысла. Значит, вернемся к сумке. Функционал. В комплекте, естественно, идет ремешок. Вот такой на карабинчиках. Крепится вот сюда. То есть можно носить... Не совсем удобно. Можно носить через плечо. Правое, левое. Также предусмотрен такой вариант ношения этой сумки, как... Здесь есть карманчик. Мы открываем. Достаем вот такой вот прибамбас. Еще одну лямочку. Вешаем карабин сюда. И, например... Вот сюда. И, как бы, сумку можно уже носить не только на плече, но и через плечо, через спину. То есть, ну... Перекрасыванием карабина отсюда, например, сюда. Можно выбирать, через правое плечо носить или через левое. Также присутствует вариант ношения этой сумки. Это мы назад прячем отсюда. В скрытый карман. Закрываем. Например... Цепляем оба карабина вот сюда. Один. Второй. Вот. Ремешок закладываем сюда. И лепим на липучку. И при отпускании ремня вот так. То есть, присутствует вариант ношения этой сумочки как небольшой заплечный рюкзачок. Вот. То есть, вы вольны выбирать. Как вам удобнее ее носить? Не, например, удобнее носить сумку на левом плече. Ну... Дальше кому как. Функционал сумки. Значит, здесь также присутствует вот такая вот вот умная ручечка. Она несъемная. То есть, если вы, например, несете... Это я оценил. Это действительно удобно. Такая вроде бы незаметная деталь. Ничего в ней нет такого особенного. Но... Тем не менее, это удобно. Почему? Потому что, когда ты сидишь в метро или в транспорте, в общественном... Трамвай, автобус, ролейбус. Когда рядом с тобой сидит кто-то, тебе нужно выходить, да? Тебе не нужно махать руками для того, чтобы закинуть вот эту вот... Вот этот вот ремешочек на плечо. Ты просто хватаешь сумку, вот так вот спокойно выходишь. На самом деле, это достаточно удобно. Эта ручечка также проложена таким... Я не знаю, как назвать этот материал. Кожзам, не кожзам. Кожвинил, что ли. Ну, что-то типа этого. Вроде как приятное на ощупь. Значит, вот этот карманчик, он как бы выполняет две функции. Ну, на мой взгляд. На самом деле, я не знаю, что там производители задумывали. Но, на мой взгляд, он выполняет две функции. Первая, это, естественно, прячется вот эта лямочка, да? Когда она не нужна. Тут, кстати... Не знаю, если видно. Сейчас попробую показать. Значит, тут, ну, как бы основной карман, да? И есть еще, как один дополнительный сетчатый карманчик. Вот здесь. Вот. Ну, именно в этот сетчатый карманчик я эту лямочку как бы и запихиваю, да? Вот. Так вот, этот карман... Ну, я не знаю, для чего задумывали именно производители этой сумки. Да, основное его предназначение. Ну, как бы для меня удобно в нем носить вот эту вещь. То есть, вот так засунул. Сверху вот так запихнул. Закрыл на... Закрыл на кнопочку, да? И все. То есть, как бы одновременно оно и не в самой сумке, да? Вроде как и наружи. И вроде как и под рукой. Ну, сразу и плюсы и минусы. То есть, вроде как оно и под рукой. Но, с другой стороны, если нужно оперативно добраться, да? То есть, нужно совершить сколько движений. То есть, открыть вот это. Достать вот это. И только тогда долезть, да? И ухватить. То есть, если быстренько нужно будет достать, ну... Не знаю. Надо потренироваться, что ли. Ну, тем не менее, с другой стороны, это достаточно удобно, да? То есть, в летнее время года, там... Когда минимум одежды, да? То есть, носить с собой нужно. Ну, нужно или не нужно, выбирает каждый сам для себя. Ну, вот я, например, ношу. То есть, никуда не спрячешь. Ни под куртку, ни под... Я не знаю. Ни под шорты, ни под футболку. Да? Носить в сумке, это удобно. Вот. Значит, идем далее. Основной... Основной карман. Достаточно вместительный. Карман, отдел. Прошу прощения. Достаточно вместительный. В нем есть... Как бы два карманчика. Один вот здесь. Основное отделение. Один. Вот здесь. Вот. Не знаю, как для чего. Ну, например, вот в этом кармане, да, он внутри. И плюс еще как-никак закрывается. Там на такую вот, как... На липучке. Еще одну лямочку. Я, например, в нем ношу документы. Это достаточно удобно, да? Там, ну, какая-никакая. Даже листы А4, если свернутые пополам, сюда вывозят. Хотя немножко и мнутся, ну, в принципе. Вот. Идем далее. Есть еще один карман. Вот. Наружный. Большой, удобный. Вот. Внутри еще один небольшой сетчатый карманчик. Ну, для всякого рода мелочей. Например, наушники можно положить, что ли. Хотя я нашу наушники в другом кармане, сейчас покажу. Вот. Вот. Также обратим внимание. Фирменная. Типа. Фирменная подкладочка. Д5 Калам. И еще один последний карманчик. Он прямо вот здесь. Небольшой. Может быть, для каких-то мелочей, которые нужны вам повсеместно. То есть, не стоит лезть в сумку, не стоит прятать их глубоко. То есть, раз, два, достал. Вот. Ну, также присутствует крепление MOLLE, как говорится, для того, чтобы закрепить какие-нибудь дополнительные подсумки, карманчики или еще что-нибудь в этом роде. Честно говоря, даже не знаю смысл этого всего, наверное, больше чисто внешний эстетический вид. Потому что, ну, сюда крепить еще какой-то дополнительный карман. Не знаю. Нет. Может, кто-то, конечно, у меня тут не к месту закончилось. Памят на карточке. Так вот, продолжим. Ну, может, конечно, кто-то занимается тем, что, ну, долепит, ну, будет заниматься тем, что долепит вот сюда какие-нибудь дополнительные карманчики или подсумки. Ну, как по мне, это не совсем, ну, как бы, не совсем нужно. Ну, с другой стороны, вот, например, на вот эту, на вот это MOLLE, например, можно налепить вот чехольчик с фонариком. Да, одновременно, как бы, раз, и что, это все под рукой сразу, раз, достал, потом присветил. Убрал. То есть, как бы, раз, это все под рукой. Вот. Ну, также присутствуют здесь отверстия для слива воды. То есть, отверстия для слива воды из вот этого внешнего кармана и из основного внутреннего отделения. Хотя, тоже, как бы, если уж вы попали под дождь, там, такой сумасшедший дождь, что вам потребовалось сливать воду, да, еще и на таком уровне от дна сумки, да, то наверняка все, что там лежало именно в этом кармане, да, наверняка уже ему, как бы, ну, испортилось оно в общем. В общем и целом. Вот. Что еще сказать? Ну, также, а, на что хотел обратить внимание, это уже после того, как я некоторое время поносил эту сумку, да, обратив внимание, вот эти вот темлячочки на замках молнии, да, на самом деле это очень удобно. Потому что, когда несешь сумку на одном плече, да, сейчас, например, холодно, руки в карманах, то есть, да, достаточно одной руки, то есть, ты легко нащупал именно вот этот замочек, да, там, раз, раз, он, то есть, моментально, именно вот за этот темлячочек, хватаясь, то есть, ну, там, раз, закрывается. Не обязательно, ну, как бы, сейчас, да, сумка пустая, я придерживаюсь другой рукой, но, на самом деле, когда сумка висит на плече, да, то достаточно одной руки для того, чтобы открыть, закрыть, достать, что нужно. Вот. Что еще хочу сказать? Ну, присутствует здесь еще вот такая, вот эта, честно говоря, тоже не знаю, для чего функционал вот этой вот резиночки, да, там, затяжка именно здесь, ну, честно говоря, не знаю. Ну, как по мне, это тоже просто эстетический вид, просто ничего более. Ну, присутствует еще велкро липучка, функционал ее понятен, да, то есть, для того, чтобы, ну, как я считаю, для того, чтобы налепить, что это типа вот такого, какого-нибудь патчика, каким-то образом оживить эту сумку, да, то есть, ну, по цветовой гамме, конечно, не сильно подходит, ну, просто это единственный, который у меня есть на данный момент, да, для того, чтобы показать, решил прилепить. Вот. Ну, что еще сказать? Ну, на самом деле, у меня сложилось впечатление. Сумка достаточно качественно сделана, нигде нет таких, прямо совсем с ума сойти, каких кривых строчек, да, нигде ничего не торчит, замочки работают вроде бы нормально, нигде не заедают. В общем и целом, так ровненько, ткань достаточно плотная, приятная на ощупь. Внутри, где, как, например, вот в этом внешнем кармане присутствует подкладка, во внутреннем кармане присутствует, я не знаю, может, это обратная сторона именно этой ткани, да, именно этой кордуры, может быть, это какая-то отделочная ткань, просто внутри прилеплена, ну, она такая, как прорезиненная, что ли. Ну, то есть, тоже достаточно приятное впечатление создается. Вот, ну, опять же, вот эта часть, это мягкая сеточка с каким-то уплотнителем внутри, тоже приятно, ну, так как именно эта часть ложится на одежду, на тело, если вдруг там будет, в шортах или еще в чем-то, ну, тоже достаточно приятная. Ну, в общем, в целом, сумка достаточно качественная, несомненно, стоит своих денег, да, то есть, ну, опять же, если покупать в Китае, повторюсь, будет стоить дешевле, скорее всего, просто ждать придется, если покупать здесь, это в районе, ну, я покупал в районе 385 гривен, 15 долларов. То есть, несомненно, сумка этих денег стоит, на самом деле, очень удобная, мне очень понравилось, буду носить с удовольствием. Надеюсь, мой обзор кому-нибудь из вас, уважаемые подписчики или гости моего канала поможет в выборе. За всем благодарю вас за внимание, до встречи в следующих видео, подписывайтесь на канал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok